Ивановские кудаисты вновь на вершине пьедестала. В минувшее воскресенье в Москве проходило первенство страны по кудо. Ивановскую область на нем представляли трое спортсменов. Из столицы ребята вернулись не с пустыми руками. По итогам первенства двое наших спортсменов стали его победителями. Это было очень важным событием не только для нашей федерации, но и для всей Ивановской области, потому что это было отборное первенство мира. В любом случае ребята к этому шли очень долго. И на самом деле им с одной стороны повезло, что они смогли попасть. Но это повезло, можно сказать, что они заслуживали это своим потом, кровью, то есть нервами, то есть стараниями. Тем более много вложил там и Адгар Калян, чтобы они добились этих успехов. В Иванове чемпионов встретили с фанфарами. И на этот раз не только друзья спортсмены. В четверг победителей первенств ЦФО и России поздравил депутат Госдумы Юрий Смирнов. Я был приятно в очередной раз удивлен, что у нас в Ивановской области, в Иванове созданы вот такие организации, где наши дети все ободевают очень важным, будем говорить, и нужным для жизни видом искусства. Это искусство УДО. И эти ребята, я уверен, никогда не столкнутся и не будут иметь дело с вредными привычками. Это табоко-курение, это наркотики, это алкоголь. Есть все основания говорить, что это реальный путь сегодня к тому, чтобы наши ребята превратились в здоровых, полноценных, нужных нашей стране граждан. Так исторически сложилось, что на первенство страны попадают лишь самые подготовленные бойцы. Они победу так просто не отдают. Борьба и на этот раз была не шуточной. Вика в соревнованиях такого уровня участвовала уже в четвертый раз. Ее путь к победе мог прерваться еще в первом бою, но спортсменка буквально на силе воли вытянула и эту схватку, и последующие. Я в бой шла с той мыслью, чтобы победить и выиграть, поэтому на травму я не обращала внимания, но руку разбила уже в первом бою. И остальные бои я била с разбитой рукой. Теперь победа в буквальном смысле у Вики в руках. Спортсменка не только стала трехкратной победительницей первенства страны. Уже дома в Иванове ее ждала еще одна долгожданная заслуженная награда – черный пояс. Еще один победитель – Алан. На соревнованиях ехал только за победой. Готовился, тренировался по шесть дней в неделю. Все ради того, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала. И ему это удалось. Но секрет успеха, уверен спортсмен, не только в физической подготовке. Мы на тренировках каждый день впахивали, и из-за этого физически были готовы. Главное – морально подготовиться. Победа в этом первенстве – цена вдвойне. Такое в Кудо бывает лишь раз в четыре года. Ведь вместе с золотыми медалями ребята завоевали себе места в сборной России. И с сильнейшими кудоистами страны выступят на первенстве мира, которое пройдет осенью на родине Кудо в Японии. Нельзя сейчас расслабляться. И тот формат, который мы сейчас заслужили, или вышли на этот формат, то они должны до конца дойти, чтобы не сбавлять планку, чтобы уже на самом деле достойно выступить на первенстве мира. Потому что там будут основоположники этого вида спорта. То есть японцы, они тоже у нас сильные бойцы такие. Я надеюсь, что ребята все-таки смогут сконцентрироваться и нормально достойно выступить на этом турнире. Золото в первенстве страны еще не финиш пути к победам, а самое его начало. Впереди еще полгода спортивных сборов, тренировок и упорной каждодневной работы над собой, чтобы из Токио вернуться так же, не с пустыми руками. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.